Так, в общем-то, настало время продолжить рассказ и поделиться опытом эксплуатации данной угловой шлифмашины. Как вы видите, это Bosch GVS850CE. Ей год, она работает исправно, никаких проблем с ней не было. Я специально не мыл, не очищал. Чтобы вы понимали, с какими работами она сталкивается. Сейчас диск по металлу стоит, она режет металл, она режет камень керамикой у меня, работает зачистными дисками, работает черепахой и работает толстенным зачистным камнем по камню. Ну, я им зачищаю плитку. То есть, это достаточно тяжелый такой камень. Работа всегда пыльная. Достаточно большой объем выполнил работ по камню и отрезал с помощью данной машины. Никаких проблем не было, никаких проблем ни с подшипником. В общем-то, все меня в ней устраивает. Единственные небольшие моменты – это кнопка пуска. Не всегда с первого раза удается ее нажать. Нечетко она фиксируется. А так проблем нет. Ручку никогда я не использую, потому что вибрации минимальные и можно удержать очень легко одной рукой. В общем-то, я всем ее рекомендую покупать. Регулировка оборотов тоже присутствует, и я ей пользуюсь. Никаких проблем уже нет. Плавный пуск очень сильно поправляет. На самом деле, у нее есть поддержание оборотов под нагрузкой. Тоже очень хорошая и приятная вещь. То есть, особенно, когда большие обороты я особо не замечаю. Когда я ставлю на троечку и работаю этим диском, это очень сильно чувствуется. То есть, никаких рывков. То есть, допустим, вы на холостом включили, прижали к обрабатываемой поверхности, обороты поддерживаются. Убрали с обрабатываемой поверхности, обороты резко не возрастают. То есть, рывков минимальные вообще, на которые обращать внимание даже не стоит. Все очень удобно. По проводу сейчас в гараже примерно минусовая точная температура. Я думаю, минус 5 точно. Провод немножко задеревенел, но он мягкий. Единственное, конечно, у него длина, не как у остальных Бошев, слегка короткая. И, соответственно, не всегда хватает его длины. Но это все поправляется благодаря удлинителю. Но это очень просто. Ну, в принципе, все, что хотелось сказать по данной шлифмашине. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok